Это, как бы сказали любители косметики, лимитированный выпуск газеты «Оракул. Как выйти замуж? Секреты обращения психологов и моногороскопы». Не люблю прибегать к таким штучкам, поэтому не проверяла на себе, но поэтому не могу сказать, действенны, не действенны. Может быть, выпутствовать, если есть возможность добыть подобные издания. Вот эту книгу я как-то похитила с маминых полок давным-давно, когда я ещё даже школу не закончила. Называется она «Всё, женщина или женщина, это всё». Значит, книга составлена по самым разным женским журналам. Не какие-то там типа «Космополит» или «Кламор», а вот, например, здесь всё перечисляется. Я так сейчас перечислю тебе там избранное, не знаю, журналы «Здоровье», «Крестьянка», «Работница». То есть, ну, вот такое, то есть. Здесь всё, начиная от «Здоровья» и заканчивая выкройками одежды. Лучшие кулинарные рецепты. Издание мира книги, доставитель неизвестен. Ну, книга рецептов и книга рецептов, ничего особенного и примечательного в ней нет. Я уверена, ты узнаешь эту книгу. Энциклопедия для маленькой принцессы. Она просто, мне кажется, в доме у каждой девушки. Женщины. В каждом доме, короче. Здесь вот эту книгу можно считать мамой. Вот этой книги. Вот здесь всё, что мама должна рассказать своей дочке. Начиная от того, как пользуется духами и продон наших с тобой дней, да, особенных. Ты понимаешь, о чём я. И заканчивая разными годами. Здесь есть и школа хороших манер, и как там с лучшими друзьями человека, кошками и собаками обращаться. И как посуду мыть. То есть всё-всё-всё это есть здесь в этой книге. То есть всё же книга для дома. Склея книга для мужиков, потому что здесь рассказывается, как строить то или иное в частном доме. И не только в частном. Книга для внучей. Я не уверена, что ей выразив такое желание, ты сможешь её где-то найти. Потому что она... Сейчас скажу, какого года. И вот смотрите. У меня есть двухтомник. Ци Нейдзан. Автор Мантек Чиа. Или Чиа. Может, книга неплохая, но у меня просто в своё время не хватило терпения банально следовать этим методикам. Я считаю, что когда ты, закрыв глаза и дыша определённым образом, приоткрываешь вот он так вот один глаз, чтобы посмотреть, что делать дальше. Это, я считаю, неправильно. Такие вещи лучше делать либо с тренером, либо с персональным тренером. Либо, ну, как минимум, по телевизору идёт, по каналу «Живи» что-то подобное. И надо следовать институтам. Но по книге, я считаю, таково моё мнение, это как-то идеальная талия для вашего типа фигуры. Только для женщин. Составитель Элиза Кох. Книга неплохая. Читательница плохая. Очень ленивая. И опять же, идеальная попка. Опять же, не книга плохая, а читательница плохая. Автор тоже. Элиза Кох. Ну, такая книжка-игрушка. Она очень-очень тоненькая. А шрифт крупный достаточно. Такой кегель, наверное, 14. Чудо-вода. Автор Клаус Обербайли. Надо, кстати, её почитать, перечитать, потому что я сейчас как раз включала себе на телефон приложение, которое периодически мне напоминает выпить стакан воды. То есть, следить за тем, чтобы я пила в день норму воды. Минимальную хотя бы. Мне пока ни разу не идут, хотя приложение это у меня уже вторую неделю. Фитнес-дневник тренировок. Это правда фитнес-дневник для похудения. Ты его открываешь. И мы видим здесь вид продуктов, количество, белки, углеводы, жиры и бла-бла-бла. И здесь есть разворота, посвящённая спорту. То есть, пульс за час занятий, после занятий, во время занятий. Заметки какие-то, вид упражнений, количество подходов, количество упражнений в подходе и всё такое. То есть, наш век компьютеризации и андроидизации, такая, правда, я считаю, уже не нужна, потому что есть масса совершенно программ, как для компьютера, так и для телефона, где это всё гораздо удобнее и удобнее и удобнее отслеживать, если терпение хавать. У меня обычно больше, чем на две недели, не хватает. Настольная книга «Толстушки. Гимнастика для лентяек». Имей терпение, сейчас покажу. Автор Милюкова и Евдокимова. Какой же, какая же я лентяйка, что даже советом этой книги я не смогла следовать. Подарки с бисером, ну, совсем для девочек книга. И совсем для начинающих, я имею в виду. То есть, здесь такие инструкции, что даже младенец поймёт. Поэтому, если ты хочешь начать это дело, то вот эта книга тебе в подспорье, самое-самое, то вот так будет. Похудеть за две недели Джоанна Холл и Сэм Мерфи. Ничего особенного, всё, что здесь написано, ты уже знаешь. Всё. И опять Наталья Правдина. Мы рецепты. Стоенности худеем вместе с феей. Ну, здесь, как-то сказать, здесь она даёт те основы, которые нужно соблюдать каждому худеющему человеку. Каждому человеку, который хочет похудеть. Но при этом делает упор на то, что над собой нужно работать и на ментальном уровне, помимо физического. Неплохое задание, считаем. Алексей Попов. Интересная жизнь. Творческие шаги к достижению целей. Неплохая книга для тех, кто хочет разобраться в себе, кто запутался, кто не знает, как дальше жить, что дальше делать, к чему стремиться. Потерял цель как-то вот. И вот обрести всё это поможет данное произведение, если следовать всем инструкциям. Мой любимец Владимир Леви. Стандартный ребёнок. Ну, по названию понятно. То есть даже если у тебя не детей, и ты сама не ребёнок. Я всё равно советую эту книгу. Я вообще советую собрать все собрания сочтений Владимира Леви и просто прочесть. Потому что действительно этот автор, он достоин внимания каждого человека. А каждый человек достоин внимания Владимира Леви. Книжного внимания. Дальнейшее просто издание Ирины Васильевой «Целительство». То есть как в себе открыть этот дар, как вообще понять, есть ли он у тебя. И всё такое книга, на самом деле. Ну, книга это не назвать. В общем, издание совершенно древнейшее, по-моему, 96-го года. 95-го года оно. 101 рецепт косметолога. Не обращаю внимания на обложку. Здесь такие рецепты есть бабушкины. То есть то, что сейчас очень так модно. Я сама сейчас стараюсь на натурализм переходить. И здесь есть упражнение для похудения. Достаточно нестандартное, я бы сказала. Но, судя по описанию, действенное. Надо бы мне обратить внимание ещё раз на него, кстати, я хочу. Перечитаю, как я. Наталья Степанова. Лечебные заговоры. Такая вот брошюрочка, я бы сказала. Если ты собираешься стать человеком, который дурит голову людям и делает какие-то непонятные пассы руками, при этом делая вид, что ты что-то делаешь, хорошее для этого человека. А когда он приходит, тебе жалуют, что вы меня попнули, у меня же ничего не поменялось. И ты ему такая. Это потому, что вы недостаточно верили. Я вас предупреждала, что нужно верить в то, что я делаю. Знаешь, вы не верили, не станете виноват. Короче, если ты хочешь стать лохотронщиком, неплохая вещь. Заковоры такие внушающие доверие. То есть пациент твой поверит, что ты там прям вся такая... Сейчас фишка, чуть ли не финалистка битв экстрасенсов. Про славные молитвы на каждый день. Это мамина. Школа, кройки и шитья на дому. Скачковы и Мартопляс. Элингтон Дарден. Брюшной пресс за 6 недель. Реально. Вот если не забивать, не сочковать, не мухлевать. Реально. Я не сочковала одно время. Его покупала 10 назад. Я достигла результатов. Такая потом забила на все это дело. Зря. Зря, зря, зря. Брэд Шенфилд. Фитнес для красивого тела. Реальный эффект за 15 минут в день. Не ввали. Ой. Никогда. Не верь. Делаем игрушки сами. Екатерина Румянца у нас автор. И я бы рекомендовала эту книгу молодым мамочкам. Потому что я делала сделать игрушки такие более взрослые. Но здесь они совсем-совсем детские. Вот такой вот Божья коровка. Или кто это вообще за мутант? Да, это Божья коровка. Или вот такой вот куклы. Ну, это книга для совсем молодых мамочек. Или для их даже деток. Хрюшка. Это я. Хрю-хрю. Значит, пошла у нас лукодельная часть. И так. Автор Блит. Вязаная мода. Лучшая летняя коллекция. Книга неплохая. По своему содержанию. Ну, вот, например. Или там, я не знаю. Вот. Официально тоже сносная. Не для заумных вязающих. То есть, начинающие тоже просекут в черфишкам. Но, что совершенно ужасно в этой книге. Это мягкая обложка. То есть, ты когда вяжешь, тебе нужно периодически поглядывать. Короче, как вязать дальше. Она как-то вот тым. И просто на автомате закрывается, что очень-очень неудобно. И закладка здесь вообще не выход. То есть, вот это очень-очень плохо. Мы, наконец-то, добрались до моих любимых книг. Я уже устала стоять. Настольная книга полезных советов для современных хозяек. Это незаменимая вещь для хозяек. Даже если ты профессиональная домработница. И тебе уже 50 лет. И 40 из них. То есть, ты в 10 начала. Ты занимаешься хозяйством. Все равно, что ты для себя здесь откроешься. Очень стоящая вещь. Когда начинаешь, с чьих она подойдет хозяек. То есть, если ты только что там замуж. Вышла человеком. Так и для опытных женщин. Модное вязание крючком. Именно благодаря этой книге я связала шаль. Которую как-то тебе показывала в своем видео. Вязаные истории. Я тебе сейчас ее покажу. Как она должна была выглядеть по-настоящему. Вот она. Только я связала в голубую. Цвет здесь представлен в таком желтом. Цвет риской жизненности. И еще вот здесь. Здесь есть на самом деле очень-очень-очень все модели неплохие. То есть, вот ты можешь видеть образцы. Вот сзади еще содержание представлено вот в таком виде. То есть, можешь сразу поделиться, что ты хочешь связать. Рекомендую. Единственное, некоторые схемы понятны будут даже 10-летней девочке, которая в первую жизнь взяла в руки, собственно, крючок. А другие инструкции совершенно непонятные. То есть, совсем. Но эту книгу я все равно рекомендую. Дельная. Вышивка шелковыми лентами. Неплохая книга. Вот, например, инструкции, листы линованные. Очень все красиво, очень все качественно. Очень советую. Воскутное шитье. Когда-то мечтала свой. Так у меня руки и не дошли. Но книга неплохая. Автор Дона Кули. Тут и техника выполнения, и материала, которая нужна. И в пересловии сказано, что нужно для начинающего лоскутщика, скажем так. Ну вот, видение. Как пользоваться книгой. Бла-бла-бла. Ну, могу, ладно, еще что-нибудь тебе открою. Вот, например. Ну, неплохие инструкции. Неплохая книга. Долгая книга рукоделия. Я о ней рассказывала уже в каком-то своем видео. Моя, по-моему, называется коллекция широкоформатных книг. Поэтому повторяться не буду. Оставлю ссылку. И русская вышивка. Тоже я о ней рассказывала. По-моему, в книгах за какой-то месяц. Может быть, даже за апрель. Да, за апрель. Ссылку, опять же, оставляю. Повторяться снова. Не буду. Как мы можем видеть, наша полочка пуста. Та-та-та-та-та-та-та. Я монтировать пошла. Я надеюсь, тебе понравилась очистка моей полки женской. Восемное развитие. И во всех аспектах. Желаю тебе, чтобы все вот эти книги, которые я сейчас тебе показала, они не пригодились просто потому, что ты все это и так знаешь. Пока! Пока! Продолжение следует...